Всем привет! На связи Гей Тора. Рад приветствовать вас на своем YouTube-канале. Сегодня у нас 20 августа 2023 года. Суббота. И на этой неделе, в понедельник, я вернулся со своей семьей из Италии, где мы провели две недели. Это был север Италии, Пьемонта регион, рядом с границей Франции. И также мы ездили на машине на море. Это Лигурия, город Савона. Очень много отснято там и фото, и видеоматериалов. И вообще, мои впечатления об Италии. В Италии я уже не в первый раз. У меня там живут родственники итальянцы. И я бы хотел поделиться в следующем видео, которое я подготовлю для вас, впечатления об Италии. Что надо знать об Италии, какие там свои есть нюансы в Италии. И какие-то рекомендации, например, как по аренде машины. И что вам может пригодиться в Италии, и возможно, и при аренде машины в другой стране. Это будет в следующем видео, просто мне надо подготовить материал, более его обобщить, и уже сделать такое видео для вас. Пока я был в Италии, в стране, где я проживаю, была небольшая непогода, был сильный град. И в ходе града погиб один из моих знакомых. Его история такова, что он уже человек, он в принципе на момент гибели от града, он уже был пенсионером. Для того, чтобы получить эту пенсию, он был вынужден уехать на заработки за границу, где он много работал. И в итоге ему пенсию насчитали, но пенсию он буквально получил там, наверное, в лучшем случае пару раз, потому что он погиб от града. И у меня уже до этого возникал такой вопрос по поводу пенсии. Если человек платит социальный налог, который идет в фонд, в том числе пенсионный, он его платит, платит, пенсионный возраст повышает, повышает. В итоге человек вышел на пенсию или даже не дожил до пенсии, умер по дороге к пенсии. То есть он не достиг пенсионного возраста и умер, а налоги-то он платил. Или он достиг пенсионного возраста и буквально смог воспользоваться теми отчислениями своими, которые он выплачивал в пенсионный фонд буквально в течение нескольких месяцев или нескольких лет. То куда одеваются эти деньги? То есть почему эти деньги, они тогда получается просто сгорели, исчезли? И вот тут у меня приходит мысль такая, как аналогия с азартными играми. Человек приходит в автомат, он надеется получить выигрыш денежный. И он закидывает туда деньги, 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 деньги закидывает. И деньги туда проваливаются, и в итоге он ничего не получил, он просто потерял туда свои деньги. Он выносил туда эти деньги, выносил, и деньги так и сгорели. И по сути дела современная пенсионная программа, она и является вот этим вот одноруким бандитом. Человек либо самостоятельно платит налог в социальный фонд, пенсионный фонд, либо за него платит этот работодатель. То есть фактически он свои деньги вкладывает в эту систему, и которая не гарантирует ему вообще возможность пользоваться теми отчислениями, которые этот человек во время всей своей жизни направлял в этот пенсионный фонд. То есть это приводит к пониманию меня того, что это просто однорукий бандит. Государство это однорукий бандит, который методом обмана и всевозможных ухищрений выманивает ваши деньги. И соответственно ничего вам не гарантирует. И более того, скорее всего, если вы и доживете до пенсионного возраста, а это еще большой вопрос, то сколько вы на этом пенсионном возрасте продержитесь. Например, в Италии в случае смерти пенсионера человека, его пенсию получает его жена или ее муж, в зависимости от того. Либо, например, там, я не знаю, вот это была бы правильная система, если уж на то говорить. То есть человек накапливает пенсионные отчисления, и это пенсионное отчисление переходит в наследство либо его супругу, супруге, либо его детям. Тогда можно было бы говорить о какой-то правомерности этого мероприятия. В противном случае я не вижу никакой разницы между пенсионными отчислениями и одноруким бандитом в каком-нибудь казино, в онлайн или в оффлайне, это не важно. Вот, это так. Теперь, мои еще мнения такое по поводу всего происходящего в мире. Часто мы слышим, что мы не такие, как животные, что вот мы другие. На самом деле, разница между нами и животными заключается лишь в том, что во всем живом мире нет денег, нет товарно-денежных отношений. Только среди людей, чтобы жить необходимы деньги. Вот, в этом и кроется основное отличие между людьми и животным миром. Отсутствие денег у животных и присутствие денег в человеческом обществе. Возникает вопрос, откуда берутся деньги? Откуда они берутся? И отсюда приходим к следующему выводу. Тот, кто генерирует эти деньги, тот, кто их печатает бесконтрольно, тот и управляет всеми этими процессами, происходящими на земле. Абсолютно всеми. Даже если вы миллионер или миллиардер, это ничто по сравнению с тем, кто печатает деньги. То есть, человек-миллиардер, он нищеброд, если он не имеет права, возможности печатать деньги. Единственный человек, который является финансово состоятельным, это тот человек, который непосредственно печатает деньги для всей планеты. И теперь еще одно мое наблюдение, к которому я пришел к тому осознанию. Об этом еще говорил генерал Петров, что цель жизни человека – это реализация его генетически обусловленного потенциала. Согласитесь, все люди, они разные. Например, я уже говорил об этом в своих ранних видео, что, например, богатство – это не признак ума. Или быть шахматистом – это не признак ума. Или человек, который на работе, на заводе быстрее вытачивает деталь, чем, например, другой мастер, не говорит о том, что тот, кто быстрее ее вытачивает, он человек большего ума. Просто он быстрее вытачивает деталь. Шахматист просто хорошо играет в шахматы. Стоматолог просто хорошо лечит зубы. Хороший хирург просто хорошо делает операцию. Это еще не гарантия ума. Поэтому здесь стоит различать. Умный человек – это не синоним богатства. И я бы хотел сказать, что мы живем в цивилизации сатанизма. Цель сатанической цивилизации – это сделать так, чтобы каждый человек просрал свою жизнь. Чтобы он не был в состоянии реализоваться. Для того, чтобы реализоваться, необходимо высвобождение человеческой жизни, человеческого времени. Для того, чтобы заниматься саморазвитием. Для этого необходимы качественная еда, качественная вода, качественные окружающие предметы, которые сделаны с качеством, с мыслью о качестве, о надежности. А не то, что мы сейчас видим. В этом изделие с программируемым устреванием или где вечный материал используется для одноразовых изделий. Это как пластик. Или когда готовая продукция в виде стеклянных бутылок, она просто разбивается. И потом из этого боя заново выплавляют стеклянные изделия. Но это то же самое сопоставимо. Вы покушали у себя дома из дорогой посуды или недорогой посуды. И всю эту стеклянную или фарфоровую посуду вы тут же выкидываете в мусорник. И для вас это объясняет тем, что вам это выгодно. Вам не надо мыть эту посуду, не надо мыть эти вилки металлические. Вы просто приобретаете новые тарелки, новые кружки, новые чашки, новые вилки. И это очень удобно. Ну вот то же самое мы сейчас видим, что творится в мире с той же стеклянными бутылками и прочее. То есть цель нашей цивилизации сатанической это чтобы не дать вам возможность самореализоваться. То есть реализовать то, что в вас было заложено Творцом. Тогда эта задача сатанистов она выполнена. Поэтому отсюда и вот эти все работы. С одной стороны вам говорят о том, что автоматизация предприятий, это как бы с одной, в моем понимании автоматизация процессов, это очень хорошее действие. То есть у людей высвобождается время. Но здесь вопрос такой, с какой целью будет эта автоматизация направлена, если для того, чтобы высвободить ваше время и чтобы вы могли больше проводить время с семьей, больше проводить время, занимаясь любимыми делами и каким-то саморазвитием заниматься. То есть это одно, с другой стороны, если они хотят сделать автоматизацию процессов, чтобы лишить вас к средств существования и таким образом аргументировать, что появилось большое количество бесполезных ядоков и поэтому возникает необходимость сокращения численности населения, а это значит убийство этих людей. То это уже другая ситуация. И уже здесь возникает, я уже прихожу самостоятельно к осознанию того, что человека можно сделать счастливыми двумя способами. Например, первый способ. Война. Вас бомбят. Каждый день наносятся бомбовые удары. Вас обстреливают из артиллерии. Идут перестрелки в городе. Вы постоянно прячетесь в каких-то укрытиях. У вас рядом с вами дети, которые плачут. Вы находитесь в непрерывном стрессе. Это сценарий номер один. И тут вам говорят, объявляют о том, что военные действия прекратились. У нас мир, теперь мы живем в мирное время. И теперь человек, который был доведен до состояния нервного и физического истощения в виде военных действий или в виде голода, теперь ему объявляют о том, что война закончилась, человек уже испытывает счастье. Он уже счастлив тому, что теперь на него не будут падать бомбы, на его семью, на его дома, на его детей. Или второй вариант. Это, например, голод, катастрофа экономическая. Люди голодали. А сейчас им дали просто тупо пожрать. И человек уже счастлив, что он может каждый день теперь просто есть досыта. Вот один пример вариантов счастья. Это когда человека довести до нечеловеческого состояния. И потом это отменить. И человек уже счастлив с самому процессу того, что теперь этого нет. Он уже счастлив. И второй модель сделать человека счастливым, это делать его жизнь гармоничной. Гармоничной. Автоматизировать те процессы сложные и рутинные, которые необходимо в повседневной жизни выполнять человеческому обществу. И эти процессы автоматизировать. Высвобожденное время направлять на то, чтобы человек мог больше времени проводить на природе со своей семьей. Чтобы он мог, допустим, если ему нравится кататься на велосипеде, на качественном велосипеде. Чтобы бытовая техника была качественной, которая обслуживает его потребности. Где не возникает вопроса, вообще товарно-денежные отношения отсутствуют. И, соответственно, отсутствует вопрос, как кого-то что-то, чего-то где-то поиметь, где-то чего-то откусить, где-то чего-то отцепить. И где люди живут в гармонии друг с другом. Это вторая модель быть счастливым. На сегодня я вижу, что мы идем по первому сценарию, когда людей доводят до нервного физического истощения в виде войн, в виде голода, в виде тяжелой и рутинной работы монотонной. Мы живем в сатанизме. Если вы не согласны, пишите в комментариях, аргументируйте. Ну такая ситуация, на мой взгляд, в мире. Понятно, что необходимо с этим не просто сопротивляться, но с этим надо бороться. Мы знаем, что интернет-трафик просматривается, прослеживается. И многие ресурсы, например, в моей стране или в вашей стране, они заблокированы интернет-провайдером или на уровне государства. То есть государство дает интернет-провайдерам так называемые запрещенные адреса доменов, на которые вы не можете выйти, потому что интернет-провайдер не позволяет вам выйти на такие-то адреса сайтов. Они заблокированы. Поэтому есть такие понятия, как, например, прокси-сервера или VPN. Я, например, пользуюсь вот этой системой. Она абсолютно бесплатная. Она называется I2P. Это полностью анонимный и скрытый интернет, где трафик зашифрован, и даже интернет-провайдер, через которого я, собственно, выхожу в интернет, он не видит, что я выхожу в интернет, и он не может определить трафик, который идет через мой компьютер, и на мой компьютер приходит и входит. Он не может видеть движение трафика, исходящего и входящего с моего компьютера. Это абсолютно бесплатная система. Она вам позволяет, во-первых, пользоваться, анонимно выходить в интернет и анонимно выходить на те сайты, которые заблокированы в вашей стране. Без всяких VPN, без всяких сторонних прокси-серверов. Почему? Потому что это полностью анонимный, и эта система держится на таких волонтерах, как я, и, возможно, как вы. И я взял статистику, вот на этом, видите, картинка, где показано сейчас количество статистики рутеров, вот таких волонтеров, как я, по всему миру. И я их сделал сортировку по количеству этих рутеров, точек доступа, через которые мы выходим в интернет, и через которые мы обмениваемся трафиком. То, видите, на первом месте идет страна такая, как США. На втором месте, к моему удивлению, и это тоже что-то значит, это Российская Федерация. С третьим местом это Германия, на четвертом месте Нидерланды. Нидерланды, и посмотрите на сами страны. Если вы посмотрите на эти страны, то вы увидите, что это страны самые развитые передовой научно-технической, экономической составляющей. То есть, и видите, Россия попалась здесь на второе место. Германия, Нидерланды, Великобритания, Канада, Австралия, Франция, Иран. Ну, Иран, понятно, там цензура, там тоже запрещено все. Иран стоит вот тоже на высоком месте. Швеция, Япония, Польша, Финляндия, Испания, Италия. Можете сами себе бесплатно, абсолютно анонимно скачать себе вот эту вот консоль, I2P, рутер-консоль, и через нее вы можете выходить абсолютно бесплатно, без всяких VPN-серверов, без всяких платных прокси-серверов. Выходить в интернет, вы выигрываете в нескольких моментах. Первый момент – это то, что вы анонимны в этой сети, используя вот это решение. Второе. Вы можете заходить на сайты, которые в вашей стране блокируются. И третье, что можно упомянуть, это то, что, используя эту систему, вы продвигаете свободу, вы продвигаете товарищество, партнерство между людьми во всем мире. Я думаю, это стоит того, чтобы на это обратить внимание. И еще момент, который я бы хотел обратить ваше внимание, это криптомонеты. Криптомонеты, люди ошибочно понимают, что криптомонеты – это инструмент для инвестирования. На самом деле это не так. Если же вы будете пытаться инвестировать, то вы всегда проиграете, потому что на том конце есть человек, который печатает деньги. И он может обрушить любую финансовую систему, любую биржу, любую. Он может все обрушить. Поэтому основная задача криптомонет, именно правильных криптомонет, а правильные криптомонеты в моем понимании – это биткоин, в кавычках правильная, но в моем понимании правильная криптомонета – это монера. Единственная монета, которая является полностью анонимной, у которой все транзакции невидимы для стороннего наблюдателя, который попытается при помощи блокчейн-анализа просмотреть состояние вашего кошелька, состояние ваших входящих, исходящих платежей, соответственно, вывести какие-то цепочки. И монера не позволяет этого сделать на уровне уже своего алгоритма. Поэтому я бы хотел обратить внимание тех людей, которые либо сейчас думают о вхождении в криптоиндустрию, либо которые уже вошли в криптоиндустрию. Прежде всего, криптомонеты – это инструмент для обмена между людьми, между такими, как я, такими, как вы. Поэтому я предлагаю рассматривать криптомонеты не с целью инвестиций. Когда вы свои деньги загоняете на биржу, соответственно, когда вы их загнали на биржу, это уже не ваши деньги, потому что они уже не находятся на вашем криптокошельке. А для чего вы их загоняете на криптобиржу? Вы их загоняете только с одной единственной целью – в перспективе приумножить ваши финансовые составляющие. Я же предлагаю вам с другой стороны выход на эту ситуацию. Если вы хотите приумножить свою финансовую составляющую, поддерживайте друг друга и взаимо обменивайтесь не денежными единицами обычными, а криптомонетами. Просто хотите кого-то поблагодарить, хотите кому-то отправить донат – отправляйте это криптомонетами. Во-первых, это анонимно, во-вторых, это без комиссий, практически минимальными комиссиями, и это мгновенно. И таким образом, когда вы будете использовать криптомонеты в своей повседневной жизни между такими же добровольцами, волонтерами и людьми, которые хотят сделать этот мир лучше и отстроиться, и перестроить этот мир, переформатировать его с данной сатанической цивилизацией на нормальную человеческую цивилизацию, то, на мой взгляд, это единственное правильное решение для криптомонет – это начать ими пользоваться между собой в своей повседневной жизни. Тогда ценность криптомонет увеличится, вы начнете разбираться, как осуществлять перевод со своего криптокошелька на другой криптокошелек, как вообще открыть себе криптокошелек. Если вам эта тема интересна, пишите в комментариях, я вам все досконально объясню и покажу, и расскажу, как этим все открыть криптокошелек, как им пользоваться, как скачать блокчейн, как быть майнером. Почему необходимо быть майнером? Потому что это необходимая составляющая криптодвижения. Это не целью извлечения прибыли, а это именно целью поддержания работоспособности данной криптомонеты, данной криптомонеты, ее системы, ее инфраструктуры, так сказать. Вот, поэтому, ребята, пишите в комментариях свои мысли по всему происходящему, потому что я вам сказал, если есть желание поддержать меня, автора канала Гей Торо, то криптокошельки, на которые вы могли бы отправить и можете отправить свои донаты, указаны в описании под каждым моим видео. Всем удачи, крепкого здоровья, хорошего настроения. Пока-пока.